Российские партнеры продолжают знакомиться с бобруськими предприятиями. Наши восточные соседи не скрывают. Беларусь – стратегический союзник. Отсюда и такой большой интерес. Взаимовыгодные. Старт визита пришелся на Славянку. В объективе – легкая промышленность. Приморцы с продукцией местной фабрики знакомы не понаслышке. Детская одежда с логотипом предприятия представлена в магазинах города Артема. А значит, логистический вопрос решен. От Бобруська до Дальневосточного региона для справки – почти 10 тысяч километров. Есть еще второй сложный вопрос – это Китай, который находится рядом и граничит там. Засилие китайских товаров немножко уже надоело местным жителям. И то, что губернатор края принял решение работать с Белоруссией, для них это все-таки мы Европа, и с европейским товаром – это, как говорится, для нас возможность нарастить объемы продаж в этот регион. Соответствовать современным трендам – главная задача предприятия, отмечает директор. В этом убедились и российские партнеры. Гостям продемонстрировали все – от защитных масок до верхней одежды. Здесь свою продукцию представили также Бобрусь-трикотаж и Кожевинный комбинат. Модный показ уже дает свои плоды. Мы обговорили, обменялись всеми реквизитами, дали прайс-листы, фотографии. И самое главное – есть заинтересованность, и уже наши конкретные специалисты будут непосредственно отрабатывать дальнейшие шаги. Следующим пунктом в списке визита стал «Красный пищевик». Здесь прошла презентация не только знаменитого зефира и халвы, но и продукции мясокомбината. Сочный бобруйский бруер тоже не остались в стороне. В ассортименте представленных продуктов – полюбившиеся всем товары и новинки. После соотношения цены и качества – самая вкусная часть – дегустация. Конечно, Россия была и остается для нас основным внешнеторговым партнером. И при том здесь взаимовыгодное сотрудничество. Для нас это, прежде всего, много экспортных позиций. И сегодня мы эти экспортные позиции еще раз нашим партнерам продемонстрировали. В то же время и мы заинтересованы и в поставках продовольствия из Приморского края. То есть то, чего у нас нет – это морепродукты, прежде всего. Мы заинтересованы и в различных компонентах, которые используются в нашем химическом производстве. Их используют наши гиганты, такие вот, как сегодня мы в Бобруйске, как Белшина. Поэтому это действительно шаги навстречу друг другу. Увеличить товарооборот в два раза. Именно такая задача стоит перед российским регионом, признается министр промышленности и торговли Приморского края. Продукты из Бобруйска и Европейска, уверен глава ведомства, займут в стороне соседки лидирующие позиции. Стороны уже договорились создать торговые дома как на территории Могилевской области, так и в Дальневосточном регионе. Мы испытываем большой интерес к продуктам питания, потому что мы знаем, что эти продукты высочайшего качества. Они сделаны с соблюдением всех технологий. И это товары, которые просто полюбились уже жителям Приморья. Это вкусно, это очень полезно. И мы надеемся на то, что и жители Белоруссии тоже получат доступ к дешевой доступной рыбе. Возможно, красный икраб из Приморья найдет свое место на прилавках магазинов. За две недели это второй по счету визит делегации Приморского края в Бобруйск, что является подтверждением огромного интереса к нашей продукции. Мы реально понимаем и оцениваем значимость именно наших друзей, наших гостей, потому что те предприятия, которые сосредоточены в городе, это начиная от легкой промышленности, заканчивая машиностроением, они говорят о том, что мы реально можем сегодня предоставить интересные предложения для наших российских партнеров. За январь-июль 2020-го Могилевская область и Приморья наторговали на 734 тысячи долларов. За аналогичный период прошлого года рост в 123%. Партнеры уверены, это далеко не предел. Наращивание сотрудничества – главный итог встречи. Теперь с ответным визитом в Приморский край ждут Бобруйский деловой десант. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск-360.